Воздух По результатам хроматографического анализа в пробе атмосферного воздуха определено содержание следовых количеств бензола, тулуола и ксилола, что значительно ниже предельно допустимой концентрации. Мониторингом атмосферного воздуха в регионе занимается Могилёв облгидромет. Контроль проходит на специальных пунктах наблюдения, дискретных и автоматических. И это целая наука. Так, на дискретных пунктах специалисты сначала отбирают пробы воздуха, а затем отправляют в химическую лабораторию для анализа. Мы используем методы фотометрии, гравиметрии и хроматографии для мониторинга атмосферного воздуха. На таких пунктах отбор проб проводится 4 раза в сутки через равные промежутки времени. Автоматические станции контроля, таких в Могилёве работает две, работают в непрерывном режиме, круглосуточно. Информация с этих станций поступает в Белгидромет, в информационно-аналитический центр и в наш филиал Могилёв облгидромет. Кстати, узнать, насколько чистый воздух в Могилёве можно онлайн, в режиме реального времени, на сайте Белгидромета или через приложение «Погода в кармане». Кроме областного центра, ещё два дискретных пункта действуют в Бобруйске. На каждом из них пробы отбирают три раза в сутки. Специалисты облгидромета говорят, городской воздух стал чище. Превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе регистрируется нечасто. Если они регистрируются, то эту информацию мы сразу предоставляем в Комитет природных ресурсов и в санитарную службу города, и в Белгидромет. Улучшение экологической ситуации стало возможным прежде всего потому, что предприятия внедряют современное производство, которое соответствует европейским нормам и стандартам, осваивают новые экологически безопасные технологии. Это во-первых. Во-вторых, все они обеспечены газоочистным оборудованием. Оно минимизирует ущерб окружающей среде. Современные системы контроля позволяют круглосуточно в автоматическом режиме следить за выбросами вредных веществ в атмосферу. Контроль за выбросами в атмосферу газов является автоматической системой контроля за выбросами вредных веществ в атмосферный воздух. Данная система позволяет осуществлять непрерывный мониторинг, оперативно реагировать на какие-то сбои в работе оборудования, приводить режимы работы станции в нормальной, и также позволяет следить за экологической обстановкой в районе станции. Три десятка лет назад Могилевская ТЭЦ-2, как говорится, вовсю дымила трубами. Но стоило перейти на другое, более безопасное топливо, и ситуация изменилась. Ну, с 1997 года станция начала переход с сжигания мазута на природный газ. С данного периода выбросы вредных веществ сократились в 10 раз. При этом такие вещества, как двуокисцеры, она вообще отсутствует. В настоящее время в выбросах ее доля равна 0. Мониторинг атмосферного воздуха осуществляют не только предприятия-гиганты. Так, у «Мневелоина» из Южного промышленного узла Могилева заключен договор с аккредитованной лабораторией. На предприятии проводится ежемесячный контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. Также была проведена модернизация системы аспирации, оснащенная газоочистными установками, с возвратом очищенного воздуха обратно в ЦЕФ, что позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, уменьшение количества источников выбросов, а также снижение энергопотребления для поддержания микроклимата в рабочей зоне. Экологическая безопасность производства – одна из главных задач любого предприятия. Ее перед собой ставит и «Мебелоин». Кроме установки газоочистного оборудования на отдельных источниках выбросов, установлена автоматизированная система контроля за выбросами, что обеспечивает в режиме реального времени контроль за загрязняющими веществами, а также поддерживает оптимальный режим работы котельных установок для предупреждения о превышении выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Опыт последних наблюдений за состоянием атмосферного воздуха позволяет экологам делать оптимистические прогнозы. Современные предприятия действительно стали гораздо более безопасными для окружающей среды. По Могилевской области количество уловленных и обезвреженных веществ составляет 90,5%. Для примера, в Средней Преспублике цифра это 85%. Сегодня Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды разработан и внедряется проект создания системы оперативного контроля атмосферного воздуха в Южном промышленном узле Могилева с использованием сенсорных устройств. Он позволит в режиме онлайн полностью контролировать эту рабочую зону. На сегодняшний день в Могилевской области уже установлено 17 автоматизированных систем контроля загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 8 из них установлено именно на предприятиях Южного промышленного узла города Могилева. И до конца 2023 года планируется установить еще 15, в том числе 7 в данном промышленном узле. Еще один важный шаг на пути к безопасной окружающей среде – использование возобновляемых источников энергии – солнца и ветра. Благодаря им вырабатывают электроэнергию ветрогенераторы и солнечные электростанции. Эффект от их работы очевиден. Сейчас технология развивается, и что позволяет, даже в условиях Республики Беларусь, один данный ветряк может выработать электроэнергию в месяц, которой хватит для обеспечения электроэнергии и 200 домов в жилых. Мировая тенденция в любой экономике западных стран, восточной, юго-востока Азии, говорит о том, что развивается бурными темпами возобновляемая электроэнергетика. И большинство стран поставили себе цель, в том числе Нидерланды, Дания, до 100% электроэнергии получать из возобновляемых источников. А это солнечная электростанция в Могилёве. В год она вырабатывает около 3 миллионов киловатт-часов. Как говорят специалисты, их хватило бы, чтобы обеспечить электроэнергией небольшой райцентр. Ещё один несомненный её плюс – практически абсолютная экологическая безопасность. Здесь не производится никаких выбросов в окружающую среду. Статическая станция установлена на одном месте, не производит ни шумов, ни инфракрасного излучения, ни прочих вредных воздействий на окружающую среду. Всего в области действуют 102 установки, которые работают от солнца и ветра. Каковы их возможности? Вот некоторая цифра. Если сравнить с выработанной энергией за 2019 год, то они выработали 140,4 миллионов киловатт-часов. Без сравнения, такой предприятия, как открытое акционерное общество «Белшина», за год потребляет 150 миллионов киловатт-часов. Для выработки такого количества электрической энергии при использовании мазута, то в атмосферный воздух поступило порядка чуть менее полторы тысячи тонн загрязняющих веществ в год. А с возобновляемых? А с возобновляемых ничего не поступает. Технический прогресс сделал жизнь людей комфортнее и проще. Он же способен стать инструментом защиты окружающей среды. Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух делятся на стационарное и мобильное. Проще говоря, это предприятие и транспорт. Благодаря комплексу «Мир», направленных на безопасную работу предприятий, количество вредных выбросов за последние три десятка лет в нашем регионе сократилось в несколько раз. В Могилевской области, давайте сравним цифры, с 90-го года выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников выбросов, то есть от предприятий, сократились более чем в пять раз. То есть цифры говорят сами за себя, если в 90-м году выбросы составляли 230 тысяч тонн, то в 2019-м уже эти выбросы были 41,6 тысяч тонн. А вот количество автомобилей на дорогах области выросло. Сегодня именно они – основной источник загрязнения атмосферного воздуха. Чтобы снизить их вредную нагрузку на окружающую среду, экологи дают автолюбителям несколько советов. Покупать новые машины – это повышает их экологический класс. Переходить на безопасные электромобили. Сегодня Могилевская область занимает шестое место по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с другими регионами. Это значит, ее жители дышат самым чистым воздухом. И только от нас зависит, сможем ли мы сохранить эту позицию. Редактор субтитров А.Семкин